Добрый день, это глава города вас беспокоит. Мы тестируем сейчас пункт охраны общественного порядка на юных пионеров. Мы вас слышим. Спасибо. Связь работает исправно. Новым пунктом полиции доволен не только глава Самары, но и ее жители. Порядка может больше будет. А то здесь безобразие, семечки плюют, пьют, не знаю что делать. Теперь не будут, раз вот такое дело будет. Будут дежурные, все. И мы подойдем, скажем, где что не поладно. Проспект юных пионеров теперь под круглосуточным присмотром благодаря опорному пункту полиции. В нем тепло зимой, для безопасности установлены камеры наблюдения. Есть помещения и для тех, кто нарушает общественный покой. Самарское нововведение оценили на федеральном уровне. В Самару приезжал заместитель главы Министерства внутренних дел России. Он практически очень высоко оценил и отметил, что вот и техническая оснащенность, информационное обеспечение, внешний вид вот этих помещений, предназначенных для стационарных пунктов полиции, очень высоко. И сказал, что практически ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге пока такого нет. Дизайн пункта полиции разработан и изготовлен местными специалистами. И если Самарскую инициативу поддержат другие регионы, то, по мнению главы города, это позволит создать новые рабочие места. Мы ставим пункты там, где наиболее это целесообразно с точки зрения профилактики тех или иных правонарушений. С учетом того, что мы восстановили вот этот замечательный проспект, нам, конечно, хотелось бы, чтобы здесь присутствовал опорный пункт полиции, для того, чтобы предотвращать возможные факты хулиганского поведения. В этом году в Самаре открыты шесть опорных пунктов полиции. Правоохранители, городские власти активно работают в деле общественной безопасности. Это, в частности, касается работы ДНД. Как результат, уровень преступности в городе снизился на 2,5%. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.